Вы смотрите программу «Право слово» у микрофона Олег Усов, а сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора, посвятился общественностью, дательского дома Московской комсомоли Сергей Иванович Рогожкин. Сергей Иванович, вы все-таки еще и родом из комсомола, не только из Московского комсомольца. Сергей Иванович, вы много очень лет проработали в этой Союзной Олегской коммунистической организации, по-разному о ней говорили в годы перестройки и сейчас, кто еще помнит комсомол, но все-таки он занимал свою нишу в обществе, от этого никуда не денется. Такую большую нишу занимает? Большую, огромную нишу. А сегодня вот эту нишу кто занимает? Ну, во-первых, я не могу не использовать такую замечательную возможность, как приглашение к вам в студию, чтобы не поприветствовать всех, кто 29 октября оденет комсомольский значок, пойдет на встречи с своими друзьями, вспомнит свою комсомольскую юность, проблемы, переживания. Нам все досталось. Слава богу, это было действительно удивительно яркое время, особенно на рубежах перехода из одного состояния общества в другое. Насчет ниши, я думаю, что нет сейчас ни организации, ни вектора даже, который бы смог в той или иной степени приблизить положение дел к тому, что было связано с комсомолом. Комсомол, по сути, был некой, ну, я не знаю, конструкцией государственного влияния, государственной поддержки, государственной помощи, разные можно слова упоминать. Да, это была общественная организация, но она с глубоким и очень серьезным накоплением была государственных функций. Это было, конечно же, минусом, который в итоге дал о себе знать, потому что там тоже происходили бюрократии. Ну, слово бюрократии может быть не самое удачное, просто дело в том, что когда ты внутри вот такого механизма стабильно работаешь, то у тебя немножечко утрачивается острота восприятия других процессов. И вот эта самостоятельность комсомоля, которая была всегда, но она на разных этапах по-разному либо самоконтролировалась и самоцензурировалась, либо порой внешне нам как бы немножко приходилось, так сказать, идти, ну, помните, да, партийному руководству силы комсомола, боевой резерв, надежный помощник. Это и хороший тезис был для тех времен, и ослаблял эту роль. Сейчас ничего похожего нет по той простой причине, что конструкция сегодняшнего общества построена на других вещах. Она как раз должна стимулировать общественную составляющую. Ну, вот, насколько это удалось, вы же сами видите, ни в одной из партий всерьез, ну, еще надо подумать, еще есть ли партии так, на секундочку, да, в том виде, в позитивном, в каком мы пытаемся себе это представить. Вот, поэтому молодежные организации пробовались, какие-то, так сказать, такие эксперименты в кавычках и без кавычек проходили. На Селегере собираются. Ну, кстати, я о Селегере хочу сказать, что с точки зрения государственного подхода, мне, например, в определенный момент стало это, ну, более симпатично, чем место для каких-то партийных историй, которые делались. А общегосударственный подход хороший, помогать ребятам выставлять какие-то точки отсчета, помогать двигаться вместе с ними, это нормально. Но аналогов комсомолу нет. И нет системы работы с молодежью, даже на государственном уровне, потому что, ну, посмотрите, как позиционируется это все, в каких министерствах, ведомствах, как там меняются названия, то и со спортом, то без спорта, то, в общем, картинка такая. Сообразная общественно-политическая ситуация в стране, я думаю. В то же время крепнут такие, как организации, скажем, как футбольные фанаты, они вполне адекватные, что там какие-то. Вот все это, в общем-то, чревато, как вы считаете? Ну, вы знаете, я не боюсь, как бы, вот, самого наличия таких объединений и фанатских, и, там, я не знаю, масса других, не преодолевающих какие-то законные препятствия структур. Вот, другое дело, что чреватость-то вот в чем. Если люди молодые не чувствуют, в том числе в информационном поле, в обращении к себе честности, откровенности и правды, вот о чем мы с вами говорили, право слова, да, вот этой самой свободы, построенной на правильную информацию, то вот тут, внутри этих систем, как вот вы назвали фанатские, другие-другие, могут возникать самые разные негативные проявления, причем это совершенно нормально, потому что люди не видят перед собой какого-то, на самом деле, поля взаимодействия и уважения к себе. По-своему выход. Понимаете? Ну, вот, включите телевизор, и кто к ним обращается, кто с ними разговаривает. Этот вектор вообще не работает. То есть, здрасте, друзья, как вы живете, все ли в порядке? Вот этого разговора со страной, его очень не хватает. Понимаете? Вот этого, этой веры, которая рождается просто от доброго слова. Вот от доброго слова. Там, я не знаю, включил телевизор, я часто этот пример привожу, и тебе скажу, Сережа, ребят, ехал сегодня на работу, заплеван весь подъем там на метро пятого года. Я не плюю, Олег не плюет, друзья не плюют. Кто плюет? Давайте не будем плеваться на свой собственный город. Ну вот это что, невозможно? Это же сюрреализм, то, что я сказал. Что нельзя найти формат, как говорить на эти темы? Вот мы недавно опубликовали статью об уличных указателях в Москве. Казалось бы. Оказалось бы, что уличные указатели в Москве делаются в разнобой, по разным шаблонам, с нарушением многих технологических, лингвистических прав в Москве. Что вы говорите о полиции? Поэтому молодежные объединения, так сказать, очень чувствительны к правде. Вот это уж точно. И молодежь, в принципе, заслуживает правды. Наша молодежь, ну нельзя так вообще, что они заслуживают. У нас у всех одинаковые паспорта. И у Владимира Владимировича Путина, и у меня, и у вас, и у тех ребят, которые в эту жизнь входят. Вот что нас объединяет сегодня. А в паспорт это наши права и наша ответственность. Вот соединять их надо. Может быть, поэтому не стоит прессе делать приоритетной темой украинского кризиса, а говорить именно с людьми на всякие разные темы, на всякие разные проблемы. Жизнь наша не заканчивается Донбассом. Хотя, конечно, очень сильно влияет сейчас на эту жизнь. Сергей Иванович, у нас в завершении программы есть небольшой опросник. Мы следуем традициям наших старших товарищей с Первого канала. Но он такой, он вольный. Он к Марсилю Прустое отношения не имеет. И, в общем-то, предполагает даже, знаете, не короткий ответ, а так, как вам хочется ответить. Вы хотели бы жить за границей? Я хотел бы, на самом деле, жить на улице Ивана Щукина, Ивана Дмитриевича Щукина, в селе Воскресенское, Нижегородской и Горьковской области, где жили мои родители, мой брат, в этом воздухе вот этого замечательного русского, удивительного, ну, ведь лужья, да, в данном случае, но вообще в замечательном воздухе русской нашей, российской жизни. Русской не в строго национальном смысле, а вот в таком философском и в хорошем. Вот. Это я отвечаю просто, ну, вот сразу, без подготовки. Это не значит, что я там не хочу быть за границей, жить за границей, не знаю. Это уже как момент времени, временности какого-то периода. А сейчас вот такое наполнение, да. Я вот понимаю, потому что я тоже любуюсь Волгой часто, и понимаю, что вот что-то здесь такого необычного вот в этой реке, как-то она заезжает. Но я Нижегородец, да, поэтому еще оговоримся. Это важно. А будучи этим в Париже, мне показывали вот Сену, и я тоже вспомнил о Волге, вспомнил о Нижнем Новгороде. Я думаю, никакого сравнения. Того смысла, какой заложим в Волге, я здесь не вижу. Ну нет просто. Здесь есть имя, пиар. Вы верующий человек? Нет, наверное, с точки зрения вот глубокого погружения в религии, хотя я крещеный, именно вот в русской дальней деревне Нахрад, папа, уже так, лучше при памяти мальчишка, и меня бабушка привела в один из сельских домов, куда пришел священник, вот, и меня крестили, и она мне говорила, не горе папе, потому что папа был ветеран войны, коммунист, такой принципиальный человек, преподаватель речного училища Горьковского. То есть с Верой я рядом, да, рядом, но в глубокое вот такое вот очень серьезное погружение, я пока не дошел до этого. Но путь этот с человеком, он всегда незавершен немножко. А вы знаете, почему вас родители назвали Сергеем? Честно говоря, нет. Честно говоря, нет. Не знаю. Я все время думаю, где я родился, потому что я родился в Горьком, а в этом же 52-м году, когда я родился, мои родители переехали вот из этой деревни в Горький. Я там по каким-то восточным делам предполагаю, что я родился все-таки в деревне, а по вот таким вот нашим физическим понятиям, юридическим, на самом деле, родился в Горьком. Почему Сергеем? Честно говоря, сейчас уже не у кого спросить. Если бы от вас зависела судьба Номельской премии мира, да и не только мира, а любая номинация, кому бы вы ее вручили? Ну вот, я бы вручил это человеку, который бы смог сейчас вернуть вот это слово право в наш повседневный, ответственный, в то же время гуманный коридор отношений, вот это было бы здорово, потому что юридическая ипостась, юридическая наука должна нам помочь сейчас снять огромное количество противоречий, потому что мир ведь, в общем, сейчас на каком-то изломе, такое ощущение, что действительно нужен какой-то ключик от одной маленькой дверки, хотелось бы, чтобы так было. Вот это, я думаю, в области юридической и правовой. Ну, вот, что называется, с разбегу ответ на этот вопрос. Вот именно этому бы человеку. Пока такого вот... Персоналию, ну, вы знаете, я бы сейчас воздержался от персоналии, но я думаю, что этого человека, ну, я не знаю, вот Дмитрий Сергеевич Лихачев, например, вот, вот, я многих людей воспринимаю по принципу, вот часто они обращаются вот к подобным, к подобным пластам культуры, и личностной симпатии и так далее, о которых вообще это не интересует. Ну, вот такой какой-то образ. Хотя он был литератор, я понимаю, прекрасно, но вот это вот... Сейчас вот дискуссия там развернулась с лженицами, там, с гневными, и разными делами. Висимо, да. Да. А какую книгу вы сейчас читаете? Я Акунина вот сейчас только закончил читать «Черные горы», а до этого читал хорошую книгу моего земляка, значит, называется она «Московский воскресенец», как раз вот «Осиле воскресенское», он, так сказать, примерно моих лет, и очень так аккуратно собрал рассказы своего деда, всякие народные приметы, воспоминания, и такие скромные, казалось бы, литературные наблюдения, но когда они выложены в книгу, и ты вот на рубеже жизни видишь это все вместе, вот это вот меня очень, очень-очень вдохновляет. Ну, фруктура там богатая, на вашей роте, там есть, значит, о чем писать. А ваш любимый афоризм или поэтические строки? Анекдот вот у меня нравится в последнее время, такой с намеком на средства массовой информации, правда, это когда доктор показывает, значит, на таблице указочкой букву, ну, больному, и говорит, скажите, вот, а эта буква какая? А какая это буква? Голос больного. Доктор, а вы-то где? Предложите формулу успеха для молодежи. Да ведь, наверное, она и для молодежи, и для нас, в общем, люди постарше, и вообще для всех одна и та же эта формула. Быть честным и добрым, вот как-то бы так хотелось, потом расширяя это понятие до библейских истин, до основ культурных ценностей, демократических ценностей, все, в общем-то, укладывается. Если человек себя не ломает, не унижает, не корежит нарушением таковых, то ему, наверное, несмотря на какие-то материальные, может быть, порой проблемы, жить легче и честнее. Не зря, там, мы вспоминаем Сергия Радонежского, я не знаю, и Козьму Минина, то есть какие-то реализованные, честные, прямые, искренние действия, это вот та формула, которой на самом деле другой не пожелаешь. И мы этого достойны, мы люди, мы родились в замечательной стране, и это наша страна, а не чья-то. Так считаю, Сергей Иванович Рогожкин, после беседы с которым понимаешь, что журналистика это имеет два крыла, две составляющие, это интеллект и нравственность. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. До скорых встреч.